Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я прошу прощения за свою задержку и за то, что заставил вас ждать. И сегодня я хотел бы предложить мне какие-то свои достаточно общие мысли по поводу миграции или вообще изменение населения Балкан на примере Босни и Герцеговина. Ну вот в этой скромной презентации, я не знаю, если она видна, надеюсь, у вас. Вот, собственно, вначале две картинки. Обе они из времен последней Боснийской войны, 92-95 годов, на, соответственно, правой картинке. Правая картинка – это одна из фотографий множества этнических чисток. Это фотография этнических чисток или насильственных перемещений населения в Боснии. На правой картинке – это боснийские мусульмане или, как сейчас называют, башняки. Ну, вот видно, что люди грузятся в переполненный, ну, один автобус. Ну, вот видно, что, так сказать, люди грузятся в автобус для того, чтобы из своего дома явно не своеволе уехать на территорию подконтрольного властям Сараева. А на правой картинке, вернее, не на правой, а на левой картинке боснийские сербы, ну, конкретно это сербы Сараева, после передачи города под контроль мусульманских властей в январе-феврале 96-го года, то вот люди, то же самое, люди покидают свои дома. Ну, здесь просто вот мы видим колонну машин, на которых, то же самое, забрав какие-то свои пожилки, люди едут, ну, как всегда, люди едут неизвестно на новое место жительства, ну, если так можно сказать. Ну, они, это вот такая, наверное, типичная картина таких вот перемещений, переселений, изгнаний, чисток. То, почему боснийская война и запомнилась, ну, наверное, вошла в такую массовую... Ну, помните, в массовом переходе... Ага, ну, ее зрители видят. Отлично. А, тут поговорить нет. Я прошу прощения, я пытаюсь вывести результаты в полный микронный режим. Это... Я прошу прощения за... Босническую неполадку из-за моей... Вот. Надеюсь, что, значит, здесь картинка видна. Ну, собственно, чем... Что можно... В трех словах, как можно вот с такой, что ли, демографической точкой зрения, описать эту боснийскую войну последнюю, да, до момента ее начала население этой Югославской республики составляло чуть больше 4 миллионов 300 тысяч человек по переписи 1991 года, как раз вот перед самой войной. Собственно, вот непосредственно в ходе войны погибло порядка 100 тысяч человек. Эта цифра немножко отличается, там, от 97 тысяч до 104, ну, вот, наверное, такой... Достаточно аккуратно будет писать как 100 тысяч человек. В ходе войны цифры назывались там самые разные, там, как правило, в сторону завышения, там, 200-300 тысяч, ну... И такая цифра, в общем, понятно... Эта цифра очень такая тяжелая, очень серьезная. Это, собственно, по-моему, наибольший... Конфликт с наибольшим числом жертв в Европе после Второй мировой войны. Но вот что, наверное, самое поразительное, это количество перемещенных лиц в ходе конфликта. Это 2,2 миллиона человек, которым... 2,2 миллиона человек, которым пришлось покинуть свои жилищные суммы. Практически, может быть, чуть больше половины населения республики. Из них около 800 тысяч покинуло территорию Боснии и Герцоговины. Почему вот здесь эти две категории разделяются? Скорее, такая, наверное, ООНовская и... Ну, вообще, это принято международными организациями гуманитарными системами учета. Когда они разделяют беженцев... Вы в этом понятии под этим термином понимаем человек, покинувший, собственно, страну своего проживания. И перемещенное лицо или внутренне перемещенное лицо в человек, который покинул место своего проживания, но остался на территории своей страны. И, ну, вот такой печальный итог этого всего. Это, так сказать, цифр населения страны по итоговым комплексам. Собственно, первая послевоенная персия прошла в 2013 году. Ну, она дала там порядка 3,5 миллиона человек населения Боснии. То есть мы видим, что фактически там на 800 тысяч человек сократилось население республики с 1991 года. И этот процесс, он продолжается до сих пор за счет достаточно массовой постоянной миграции населения за пределы республики. В последствии, ну, одно из последствий, я даже, может быть, не стал сейчас отмечать на карте, но думаю, все, кто более-менее интересуется, представляют себе, собственно, одно из последствий этой массовой перемещения, это, если угодно, этническая гомогенизация двух частей Боснии и Герцеговины – Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, как в России называют, например, Хорватской Федерацией. Если до войны этническую карту республики называли, ну, как правило, сейчас называли «леопардовой шкурой» из-за крайней перемешанности трех основных этнических общин, мусульман, как я сказал, с 93-го года, этнонимы у них башняки сербов и хорватов, то сейчас серба сконцентрирована вставляющем количестве на территории Республики Сербской, башняки на территории, башняки и хорваты на территории Федерации, причем тоже достаточно такими крупными блоками, ну, если угодно, такими, да, тоже такими гомогенными блоками хорватов, значит, в кантонах Западной Керцеговины и Центральной Боснии и башняки, так сказать, по остальным территориям, по остальным территориям Федерации, а такие смешанные города, ну, наверное, более ярким примером был город Сараево, значит, сейчас являются, ну, подавляющими, если брать такие, мы видим, что там подавляющие башняки. При этом достаточно отметить, что на рубеже тысячелетий международное сообщество проводило активную политику возвращения беженцев в места прежнего проживания, но в итоге вся эта политика, по сути, ссылалась к закреплению вот этого этнического раздела, потому что люди, как правило, предпочитали, восстановить свои имущественные права, да, там, жилье, но предпочитали это жилье, значит, обменять, значит, на какое-то, на что-то сопоставимое на территории своей общины. В общем, достаточно мало, мало число людей предпочло вернуться на территорию под контролем другого, другому, другой этнической группе. Ну, там, если брать статистику, то, скажем, в Республике Сербской там по 83% населения сербов и насчет порядка 13% башняки. Ну, то же самое, даже те, кто вернулись, они сконцентрированы тоже в таких вот… У них есть несколько таких локальных точек возврата, положено в районе Приедера, в Дубе, но вот такого перемешанного проживания практически нигде так и не восстановлено. И, собственно, такой вопрос, который я бы поставил в центр сегодняшнего разговора, является ли вот это такое потрясение чем-то экстраординарным или, в общем-то, страшной нормой для Боснии и, там, может быть, шире сказать для региона, насколько такое потрясение выбивается из общей канвы исторической. Вот, собственно, если мы попробуем, так, с птичьего полета посмотреть на крупнейшее потрясение или… Трудно говоря, все речь идет, конечно, о военных конфликтах в истории страны. Это, ну, первым из них, понятно, наверное, надо выделить атманского завоевания. Процесс достаточно долгий для Боснии, и конкретно там он продолжался порядка 200 лет, конца 14-го по конец 16-го века. И, хотя я вот сделал такое маленькое отвлечение, хотя часто в историографии, в литературе присутствует интерпретация, особенно в последние десятилетия, о том, что османского завоевания поднесло в регион прогресс, мир, порядок, ну, если так, то внесло стабильность после долгого периода феодальных усобиц, постоянных войн, конфликтов и потрясения. Ну, вот, к моему большому удивлению, например, вот есть сейчас современная группа медиевистов, медиевистов такая интернациональная группа в главе с австрийским историком Оливером Генцем Шмидтом, который очень плодотворно работает по средневековым архивам, в том числе на поводу Дубровницким архивам, и это исследователи из Боснии, из Боснии и Сербии. По их наблюдениям, собственно, вот этот период османского завоевания явился таким фундаментальным потрясением для региона, и, в частности, это выразилось в замещении порядка 90% населения. То есть это тоже, так сказать, тяжелейшие демографические потери, это тяжелейшее разорение, это захват людей в плен, вывод работорговли, продажа рабов. То есть все это имело очень тяжелые последствия, то есть переказало очень тяжелые последствия на регион, исчезли там, понятно, что исчезли какие-то целые даже группы, это интернациональная анализа. И этот период, он плавно переходит в период, такую вот, в эпоху австро-турецких войн, которые шли в 17-18 веках, и для них, что для них, собственно, характерно, это то, что Босния, вот она на этой, что боснийский взводет на этой карте, вот так вот, фиолетовая, там он показан фиолетовым, в системе османских владений в Юго-Восточной Европе. Босния стала фактически на протяжении нескольких веков, она стала такой зоной фронтира, да, вот прифронтовым, фронтовым регионам Османской империи, в отличие, скажем, от других даже европейских владений, например, там, от Румилийского галайета в Болгарии, которая, в общем, была немножко, так сказать, прикрыта другими владениями от конфликтов долгое время, и в Боснии как раз складывается с одной стороны за счет этого именно складывается и нарастает, и становится, в общем-то, таким даже в какой-то момент господствующей общиной становятся, значит, новообращенные мусульмане, как их там называли, там, потовченцы или турки, ну, как даже и подчеркиваю, собственно, все, очень многие путешественники наблюдали, что вот эти вот местные турки, собственно, были как раз местными славянами, там, сербами, хорватами, принятошими исламом, и сохранившими свой свой родной язык. Как правило, они достаточно слабо владели турецким, османским или арабским языком, в общем-то, редкие люди из них, у них это получалось. Это было такое, в значительной степени именно военное сословие. если мы будем смотреть на социальный срез, то прям вот удивляешь, что во многом даже такой несоразмерный процент, до 30-30 процентов вот этой общины славян-мусульман составляли, ну, собственно, состояло военно-служивое сословие, если угодно такое дворянство служило, и это видно по, собственно, даже по фамилиям, по именам, по фамилиям Беги и Аяна. Ну, собственно, люди, которые, люди, служившие в рамках темариотской системы, системы военно-левного землевладения, они за свою военную службу получали земельные право пользования доходами земли на территории боснийского вилоги. И, собственно, вот мы видим, что вот тут на северо-западе вдоль границы с Хорватией, собственно, это такая постоянная, ну, собственно, граница с Хорватией, граница с Венгрией, такая постоянная была военная зона. Ну, понятно, что там в 16-м, в начале 17-го века, может быть, был период в этом, скажем, на Бегежской границе относительного спокойствия, но по мере того, как Гавзбургская империя постепенно отбегала турецкие владения от Дуная из Венгрии на юг, то, собственно, следствием этого был какой процесс, что те люди, кто не хотел оставаться под, попасть под власть гавзбургов, то есть под власть католиков, для кого был значим ислам как религия, собственно, они отступали вместе с турецкими областями, и в массе своей они оседали прежде всего вот в этой пограничной прифронтовой доне в Боснии. И ну, вот границы, которая постепенно Босния получила, здесь они это как не до конца отражает, как на конец XVII века, но по мере вот этого движения к середине XVIII века, когда сложились окончательные границы административной Боснии, которые потом перекочевали период австрийский и XX век, и в итоге даже нынешние границы, то есть Боснийский треугольник, примерно тогда окончательно формировался. там оседали, вот там оседали, собственно, вот эти, так сказать, если угодно исламские казаки, которые видели смысл своего существования в вечно пограничной войне с христианами, с католиками вдоль боснийско-хорватских границ, периодически на территории Боснии вторгались, успешно вторгались австрийские генералы, наиболее известные походы принца Евгения Ставуйского, который в 1607 году взял и сжёг Стараева, ну, как правило, австрийцы долго в Воснии не удерживались, и возвращались на исходность. А с начала XIX века этот процесс он получил дополнительный толчок, потому что после первого сербского восстания, после формирования сначала вассальной, автономной, но потом уже независимой, сербского княжества, потом сербского королевства, постепенного расширения его территории. Собственно, процесс формирования сербского государства сопровождался чем? Освобождением от турок, изгнанием турок с освобождённой территории. А кто были эти турки? Это были, как правило, были вот эти внешние башняки, то есть славяне. Были не какие-то натрийские турки, но это были местные турки, местное мусульманское население, которое, да, часть его перемещалась на территорию румилийского велоета, но очень, но значительная часть перемещалась, переезжала в Боснию. И вот такой просто пример. вот первый, собственно, создатель басийского современного басийского государства, отец басийского независимости, первый президент Алия Зинбегович, так сказать, идиолог национальный и религиозно-политический идиолог, мусульманского потом башняцкого национального движения. Его родители, ну, не родители, его, если не ошибаюсь, дед переехал из Белграда после 1862-го года в Басанский Шамац на севере, на Саве. А второй человек – это командующий пятого корпуса 5-го корпуса армии БИК, один из наиболее прославленных знаменитых мусульмансов, генералов этой последней войны, Акиф Дудакович, уроженец городка Арашья, тоже на севере Боснии, а он потомок переселенцев и сербской улицы. И это очень такая типичная перемешанность, очень типичная картина для региона. И поэтому, хотя вроде бы, да, мы имеем дело с какими-то территориями, с очень давними, административными границами, народами. И вроде бы, так сказать, формально, и народы там вроде как, с одной стороны, живут разные. Но как только начинаешь смотреть в Буржу, наталкиваешься на постоянные взаимосвязи и на постоянное перемешивание. Вроде бы, человек у вас, может, он там и родился, значит, где-то и все, и вроде должен по всем параметрам относиться к конкретной аналитической группе и вроде бы, так сказать, должен, ну, вы предполагаете, что он плотно сидит на одном месте. Нет, оказывается, что всегда, как минимум, у его семьи есть история перемещений по региону. И это не какое-то единичное, такое вот очень характерное объявление. Вот сейчас я забегу, позволите забежать вперед. вот, например, вот, скажем, с другой стороны, если брать сербский, да, два знаменитых политика, таких два лица сербского национализма начала 90-х годов, ну, 26 лет, может, сербского национализма вплоть до 10-х годов этого века, Вук Драшкович, ну, он раньше перековался, оставил свои националистические взгляды и, значит, перешел на такую общепрозападную подход. оба этих политика выходцы из герцеговины. Оба они, ну, Шеши сначала сделал карьеру в Сараево, потом переехал в Белград в 80-х годах, как Драшкович переехал в Белград уже в 60-х годах, переехал уже вступил учиться в Белград в 60-х годах, его политическая карьера связана с Сербией. Ну, и вот это, скажем, но это боснийцы первого поколения, боснийцы в Сербии. А вот так мы можем посмотреть, например, боснийцы, там босанцы, как называют в Сербии, во втором поколении. Вот у вас слева вы видите нынешнего президента Сергия Александра Лучича, родители которого, он родился в Белграде, но родители его переехали из боснийского Бугойна в 60-х годах 20-го века после войны. А справа вот буквально на днях избранный патриарх сербской церкви, обычный митрополитич, патриарх Порфирий Берич, он тоже сам, он уроженец Воеводина, куда его родители переехали из Боснийской Деревента, тоже после Второй мировой войны. И вот эти вот, вот этот слой басанцев, или как их называют современным, ну, на сленге, да, там сербском часто можно слышать такое слово басанчерос, вот таких басанцев в Сербии очень много, очень много это сотни тысяч человек, это такой достаточно заметный слой населения, как ну, как масса населения, так и вплоть до, как видим, до элитных кругов. Самые такие, зачастую, вплоть до самых значимых мест во время страны занимают выходцы из последней Боснии. И это, в общем, это абсолютно такое массовое явление, чуть в меньшей степени, но это было характерно и для корватики, выходцы из западных цигарин, также одно особенно 20 назад 25 вправления первого президента корватики, они имели тоже большое большое влияние и на какую-то степень сохраняют его и до сих пор. что какое значит ну вот если прошел турецкий период, наступило 40 лет австрийского владычества после Берлинского конгресса с 1878 по 1918 год. это время, ну собственно, время, когда формируется тот облик боснийских городов, ну всего Сараева, которые видели, собственно, практически видеть все побывавшие в этой стране, потому что действительно за короткие 40 лет Австрия, Австрия Венгрия, потому что двойной совместной колонии и Австрии, и Венгрии. Австрии и Венгрии добились, конечно, крупных успехов в модернизации, преображения этого бывшего велоета Османской империи. И, собственно, вот тут картинка это обала набережной Кулина Бана в Сараево, одна центральная улица таких, застроенная, как правило, чешскими архитектами. Если Белград, тот Белград, который мы видим в огромной степени, особенно центром, построен русским, после Первой мировой войны, межвоенных архитектами, известно, за что в огромной степени построен Красновым, Бумгартен, то Сараево совершенно другой город. У него есть вот индивидуальность Сараево, скорее чешская застройка. его формировали в первую очередь чешский архитектор. Так получилось. Что характерно для австрийского периода? Консервативная часть мусульман, мусульманской элиты, которая так и не смогла смириться с тем, что они попали под власть иноверцев, они переезжают в Турцию. Оценки количества потомков выходов из Босинии современной Турции варьируются. Там какие-то, наверное, цифры не 8 миллионов, но это... Ну, я думаю, что здесь все-таки к этим цифрам надо подходить очень осторожно, потому что, кто как считает, тот, видимо, хочет назвать красивый большой цифр, их много. Их много, они есть. Но кто считал, с учетом... Особенно, кто считал точно. Конечно, вопрос, вопрос очень большой. В страну прибывают новые общины. Ну, собственно, чехи, да, которых я сказал, русины, поляки, появляются ашкенады. Здесь, мне кажется, просто нужно отметить, потому что ранее в османский период в городах, особенно в Стараево, существовали такие заметные общины, но это были общины сейфарских евреевских. В австрийский период прибывают еще и ашкеназы. Ну, естественно, тут я не упомянул, но это очевидно. Естественно, бывают собственные немцы, австрийские и венгры. И из таких крупных вот именно этнических процессов, особенно конец австрийского периода, это гонения на сербов в период Первой мировой войны. гонения после... Собственно, гонения эти были вызваны прежде всего, собственно, Стараевским убийством 28 июня, покушением Гавриева принципа. И помимо, если как бы в глобальном плане ответ Австрии как государства на убийство украинской ординанды, значит, этим ответом стало нападение на Сербию и начало... Ну, то, что цепочка приводит потом к началу Первой мировой войны, то локально этим ответом стали гонения на сербское население в первую очередь, на каких-то ну, на видных деятелей, на лидеров сербской общины, на духовенство. И эти гонения, они стопоставимы, насколько я понимаю, с тем же политикой, которую та же самая Австро-Венгрия проводила против русинов на... Русинов-Голицы. То же самое с заключениями, с массовыми заключениями, значит, концентрационного лагеря, подозреваемые, ну, так сказать, когда целая техническая группа, то есть она была осуществлена нелояльной и начала подвергаться, значит, как репрессиям, ну, собственно, со стороны государства, так и поощрялись нападения на них со стороны других и групп первых, так и поздних, только были хорваты и мусульмане, которым было позволено формировать так называемый шубспорт, то есть это такие отряды, вспомогательные отряды, и, собственно, вот функцией этих вспомогательных отрядов было, значит, поддержание под контролем, держать под контролем сербских селений, ну, держать под контролем на Балканах другую этническую группу, что это значит, что это значит, ну, это значит, значит, это значит, ну, вот это слово, которое употребляло гонение, то есть, это такой-то грабеж, там, грабежи, периодически аресты и ликвидации всех подозрительных, а, значит, кто такие подозрительные, тут ситуация такого психоза и вот этой военной, там, военной серии подозрительных всех, тут хоть чем-то, так сказать, способ посмотреть, тут такую ситуацию можно сводить любые счеты, и, в общем, этот период, он для боснийских серверов, он такой в их коллективной памяти остался черной полосой австрийской репрессии, и, наверное, важным элементом его стало то, что это не только воспринималось, австрийские, но и, как помнится, еще и активное участие в этом соседнем. Это один из таких поводов таких, это одно из поводов, претензий к соседям. после первой мировой войны возникает королевская Югославия, в ее рамках происходит одно событие, которое тоже-то подтолкнуло миграционные процессы, миграционный исход, в этом случае был миграционный исход мусульман, а гражданная реформа, в рамках которой были отобраны земли мусульманских землевладельцев и переданы, распределены христианам. христиане были в основном массе сербы и хорваты, это были христиане, а землевладельцы были мусульмане. Вот значительно какая-то часть бывших мусульманских землевладельцев, которые были этой реформой задеты, они также и нижние инструкции. И после этого мы сталкиваемся с крупнейшим историческим 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 ам. Это вторая мировая война, и наверное самая ее историческая тяжелая и самая трагическая на территории бывшей Брославии. Один из самых трагических театров в том числе и нынешняя Босния. Связано это с тем, что ее территория вошла в состав независимого государства Хорватии, созданного амте Павеличем вождем партии усташи под покровительством Третьего рейха и ну, первое, что Третьего рейха в меньшей степени Италии. Ну, отметим, что Павелич, хотя он был, так сказать, деятелем таким крайнего хорватского национализма, но по происхождению он сам происходил из западной Герцеговины, как ряд его подвижников. И одним из самого момента созданного независимого хорватского государства его приоритетом стало, как сами у Саши говорили, решение вопроса или геноцид, ну, собственно, то, что сейчас называем геноцидом сербов. Геноцидом этим у Саши занимались там в разное время, с разной степени интенсивности, ну, в общем, до большим, вплоть до самого конца их режима, до 1945 года. Это было для них значимым делом, потому что из примерно 6,5 миллионов жителей, которые попали на населявших территорию отведенного им государства, порядка 2,5 миллионов состояли сербов. И воспринимали их, как расовых врагов, которым надо что-то делать, от них надо избавиться. Геноцид этот, в общем, принимал самую форму зверски. Ну, эта картинка это жертва из самого крупного концлагеря Десенова. Трупы убитых, которые бросали в соседнюю реку Саву, чтобы они плыли в сторону Сербии, в Белграду, в Дуна. И говоря об этом геноциде, ну, что можно говорить об общем количестве жертв второй мировой войны в Боснии. Это, значит, по консервативному, видимо, достаточно, потому что отчетов статистик разных есть много, есть статистики явно очень сильных завышений, есть статистики, восходящая к статистике Кипецкой Югославии. Есть статистика, условно говоря, восходящая к Хорватии, с занижением числа жертв, реактивизации, коммунизации, но по такой, по на мой взгляд, ну, таким консервативным подсчетам, это подсчет Хочевича 1985 года, значит, он делает расчет демографических потерь, он, значит, получил следующие данные, это порядка 382 тысяч для всей Боснии погибло в ходе войны, из них порядка 210 тысяч сербов, около 80 тысяч хорватов, 75 тысяч мусульман, ну, вот видно, что число погибших хорватов, погибших мусульман, и, собственно, оно как раз и отражает то, что эта группа стала, ну, тяжелее всех, стала, собственно, одной мишенью вот этих, собственно, геноцида, массовых убийств по этническому принципу, потому что, я просто не хочу сказать, сейчас уходить в Италии, ну, как известно, что война, вторая мировая война в Богославии вообще, в Боснии в частности, она вместила в себя очень сложный, очень многофакторный конфликт, местный конфликт, и это было, ну, там происходила какая-то, так сказать, просто вот такая вот потрясающая такая вот война всех против всех, потому что это была одновременно, и был конфликт между стажами, если какой-то номинальной власти, которые стремились истребить ненавистную этническую группу сербов, ну, плюс, значит, они стремились истребить, там было еще, на самом деле, евреи и цыгане, которых они стремились истребить, и достигли в этом больших успехов практически истребив сепарскую общину в Боснии, в Сараево, и так же, как мы считаем, сильно истребив цыган, ну, просто за счет того, что цыган-евреев был абсолютно гораздо меньше, чем сербов, ну, то, конечно, выделяются именно сербские жертвы. происходила борьба между, значит, сербскими националистами, течетниками и сашами, между сербскими националистами и партизанами коммунистами Кита, между партизанами Кита и сашами, значит, во всех этих конфликтах также участвовали и мусульмане, значит, некоторые участвовали, отдельная группа участвовала в стране старших, кто-то участвовал, постепенно, все большее количество участвовало в стране партизан, меньшая часть участвовала в стране течетников, и при этом еще, так сказать, сверху там были немцы и итальянцы, но война настолько приняла вот характер вот этой такой адской местной гражданской войны, что собственно и немцы, и итальянцы местными воюющими сторонами воспринимались как правило всегда как какая-то там вторичная вторичная цель, в общем, как меньшая злоб, потому что все люди в сторону конфликта они в первую очередь решали спор между собой, а оккупанты, как это не парадоксально, они в общем отошли на второй план, это в общем даже было какой-то степень характерно и для партизантизов, потому что для них приоритетом была революция и классовая гражданская война с классовыми гражданскими, ну, с политическими врагами. понятно, что такая такая такой такой столь закрученный и столь многофакторный конфликт, он оставил тяжелейшие последствия, последствия, которые, собственно, взорвались в 90-е годы, после развала Югославии, потому что, ну, почему получилось, что именно в Боснии, самой, вроде бы, да, такой многонациональной республики, война стала наиболее ожесточенной и наиболее кровопролитной, потому что в Хорватии общее количество жертв, я думаю, что там по самым по самым максимальным подсчетам не превышает 15 тысяч человек, то есть заметно меньше. 15 тысяч и 100 тысяч погибших в Боснии. И точно так же количество погибших в ходе Косовского конфликта, который был в Боснии. Системы войны в Югославске и наследие тоже, я думаю, что неизвестно по данным, но не более 10 тысяч человек со всех сторон. в Югославске погибло. То есть вот боснийская война оказалась наиболее интенсивной, наиболее кровопролитной и в огромной степени из-за последствий, это было вызвано последствиями отваги. Той крови, которая пролилась во время Второй мировой войны в ходе было в результате геноцида развязанного у старших отношений. Какие важные миграционные процессы происходили, мне кажется, важно их отметить, в послевоенной Югославии? Значит, во-первых, значительно вот то, о чем я там чуть раньше говорил, да, слой вот этих босанцев в Сербии, он возникает за счет массового переселения десятков тысяч партизан-колонистов из бедных районов Боснии, особенно из бедных районов герцеговины воеводили. Туда переселялись не только сербы, но в массе все-таки сербы, просто потому, что основу партизанской армии составляли сербы из Боснии герцеговины Черногории и из края Хорватии. И, собственно, как опора нового режима, как ветерана, как люди, имеющие заслуги перед новой властью, им была дана возможность переехать воеводную наиболее развитую часть сербы, а переселились на место порядка полумиллиона немцев, которые, собственно, были после войны власть изгнана из воеводины были изгнаны, они уехали. Понятно, кто-то уехал власть, в основном они уехали в Германию. партизанская элита именно такой не если в воеводину ехала масса, то в Белград ехала, переезжала партизанская элита и переезжала туда, так сказать, на место, ну, буквально там в дома прежней военной сербской элиты белградской, ну, соответственно, если эти люди успевали бежать, то они успевали бежать, если они не успевали, расстреливали, и люди заселялись в генералы, церкви, какие-то армии, они заселялись в белградские и, кстати, что интересно, что, собственно, вот собственно элитный слой, современный элитный слой Белграда это он возник именно после 1945 года, и вот он сохранил, несмотря на все сменные режимы, какие-то потрясения, партия трансформировали в режиме Милошевича рук, произошла одна трансформация, вторая но, если смотреть, то рубеж 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 от 1945-1945 год, представители прежней элиты сохранились, ну, как правило, их потом сохранились в Белграде, ну, скорее, если угодно так исключить. А как правило, у вас люди, если говорить, то очень часто вы сталкивались с тем, что вот ваш собеседник из такой, ну, вот уже классической, второе-третье поколение семьи, пытаюсь формулировать точно, ну, элитно не очень точно, но, вот из верхнего городского слоя, как правило, его предки переселились в Белград после 1945 года. И это вот, это такое характерное явление, собственно, например, можно тыкать пальцем, скажем, забрать там по президенту Сербии, политик Сербии Югославии, скажем, после Милошевича Джинджич, Зоран Джинджич, он уроженец Боснии, уроженец Боснии, но, просто потому, что там служил его отец, отец служил Боснии, боснийский уроженец. Борис Стадич, насколько я помню, Стадичи тоже не Белградская, а из Китовских выдвиженцев. Уроженец, Вучич, да, о Вучиче я уже говорил, Боснии, в Боснии, он Белградец, но Белградец, относительно свежий, во втором поколении. Ну, единственное, наверное, из президентов, если, кстати, очень многие отмечают, что, ну, как же так вот, такое исключение, у них был президент в 2012-2018 год, Танислав Николич, был человек из центральной Сербии, что, в общем, на фоне Белградский элит, выглядел даже как-то странно. Он скорее выглядел такими исключениями. Вот это вот всё слоя. В, если брать Боснию, то там был процесс немножко другой. В Сараево в процессе урбанизации после военных 60-х, 50-х, особенно 60-х, 70-х годах перемещаются башняки из, ну, тогда мусульмане, из Санджака, это вот территориями всегда там ограниченной Сербии и Черногории. Собственно, вот Санджакли, они, ну, как, например, для боснийских сербов таким, такой мягкий был Белград, куда они переезжали и учиться, старались, так же, устраиваться для героя в Белграде, то для Санджакли таким, ну, Санджакли это место название Санджакли, для них таким, что ли, магнитом стал сарай. Они переезжают туда и в значительной Санджакли формируют элиту, которая возглавит и сыграет крупную роль в ходе отделения Боснии и Герцеговин, и, собственно, в ходе Боснийской войны на мусульманской стороне. А хорваты, ну, в первую очередь, здесь, надо говорить о западных герцеговинцах, для них характерно больше движения в эмиграцию, особенно, после того, как ТИТ открывает, ТИТ открывает, то есть, формат гастарбайтерства для своих подданных, как клапан для выпуска пара безработицы и так далее, то западные герцеговинцы, западные герцеговины рассматривали в такой устаревский регион, неблагонадежный, ну, вот для них возможности, особой возможности делать карьеру в югославских рамках, наверное, не было, но им открыли, так сказать, у них открылся клапан за границей. И пытаясь подвести какой-то итог этим всем рассмотрению вот этих миграционных кругов, постоянных волн, там, особенно, смотря на то, что сейчас, в 2015 году, Босния опять попала, ну, Балкан, она попала на маршрут вот этой новой миграционной волны со стороны Ближнего Востока в Западную Европу, и, собственно, вот даже там в последний месяц мы постоянно часто видим областные сообщения, что Босния, так как это территория вне Европейского Союза, в ней, значит, создаются какие-то лагеря этих мигрантов, какие-то, значит, стойбища, они пытаются прорваться дальше, на северо-восток, их не пускают, вот они, значит, там оседают где-то по Боснии, периодически приводят к каким-то проблемам, конфликтам, они пытаются прорваться через хорватскую границу, пропускают, значит, как-то их там пытаются как-то пытаются организовать их мыт, при том, что им совершенно там оседать их в Боснии в этом не хочется, хочется чтобы мы получим Европу, вот там тоже такая комплектная история, но вот отвечая на вопрос, поставленный изначально, вот эти все страшные перемещения Боснийской войны, перегнания, чистки, векции и так далее, на мой взгляд все-таки ответы, является то, что, к сожалению, это, ну, я уж не берусь сказать, почему именно, просто вот, смотря на протяжении последних уклад, это, к сожалению, укладывается в трагическую историю этого региона вот последних 500 лет, да, это такая одна из острых права как угодно можно сказать, нетерпимости и конфликтов и так далее, но это вот проявление, проявление такого, ну, что ли, взрывного там потенциала, потенциала нестабильности, которые до сих пор, к сожалению, вполне присутствуют в регионе. Спасибо большое за внимание. Что мне для этого нужно сделать? все нашел, да. Я не знаю, но есть ли здесь какие-то вопросы, я не знаю. можно сказать? Да. Да. Ну, как сказать, такой факт очень примечательный, просто город был сильно разрушен после Первой мировой войны, а и когда в рамках королевства Бухарлато-Славянской, в Югославии новую власть начала отстраивать, захотел отстроить себе столицу, оно там совпало два, наверное, явления. Во-первых, все-таки то, что война по Сербии прошлась очень тяжело, там были тяжелейшие людские потери, в том числе огромные потери понес образованный класс. Он и так был небольшой. Ну, масса людей там погибли или на фронте, или болезни. Это было первое обстоятельство. Вторым стало то, что в Сербии осела огромная, ну как огромная, значимая русская эмиграция, врангельевская эмиграция с юга России, сначала она пошла через Константинополь, но потом до 40 тысяч человек там на пике осели в Сербию. и оказалось, что, ну так оказалось, да, но так получилось, что это были, все-таки, а это были, ну даже, я не говорю, что в массе своей, там было очень много, собственно, это был образованный класс, и там была масса специалистов, причем специалистов, как раз остро необходимых сербскому, сербскому, у которых не хватало. там просто если брать по всем, каким-то там основным, специальным, ну, каким-то основным направлениям, инженеры, инженеры, там, профессора, учителя, деятели культуры, музыканты, и, в частности, архитекты. И вот межвоенные, очень многие, такие, ну, собственно, очень многие знаковые знания межвоенного Белграда, которые до сих пор формируют облик города, в центре, они построены русскими, в первую очередь, то есть, бывшим гелатинским архитектором. Красновым, ну, наверное, он наиболее известен. Бомгард очень много строил. И, собственно, так получается, когда мы, ну, когда вот, когда оказываешься в Белграде, в первый, второй раз, то всегда возникает очень странное ощущение, что что-то, что не совсем иностранный город. возникает, но потому, что строили как раз, ну, в первую очередь, это южно-русский архитектор, собственно, вот они из Крыма, из Киева, из Киева, ну, кто, кто уходил через, кто ушел через Крым, франкет. вот, потому что для для русской мигрантской интеллигенции, наверное, собственно, Сербия была одним из таких вот окон возможностей, где им, они получили возможность предложить свои таланты какие-то, и как и себя реализовать, потому что, например, там в Западной Европе, ну, во Франции, в Германии, да, конечно, тоже там страшные человеческие потери после Первой мировой, но вот такой нехватки профессионалов, чтобы брать мигрантов и давать им возможность там вместо черной работы, значит, какую-то вот работу творческой, самостоятельной, значимой, такого все-таки не было. Ну, там в лучшем случае у людей будем открывать какие-то возможности, скажем, в колониях работают. Ну, может быть, у инженеров там тоже, опять же, так сказать, по мере там либо, так сказать, выдающий талант, либо везение, ну, скажем, у авиастроителей, такие как Сикорский, у них… В колониях? Да, 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 да. Ну, в Африку, в Африку, на Ближнем Востоке, да. Ну, варианты были какие, либо таксистом, либо рабочим на заводе Рено, там, в Бианкуре, ну, либо, там, скажем, не знаю, автографом в Ливан, или, там, в Габон. Ну, ну, в Сербии возможности, по крайней мере, вот в первое время, первые 10-15 лет, таких возможностей было больше. дальше, дальше, по мере роста собственных, собственных кадров, там, конечно, возникала конкуренция, ну, а чего-то, ну, молодцы, хорошо, приехали, помогли, теперь-то можем уже и сами. Вот. Ну, понимаете, все-таки, эмиграция в массе своей, конечно, разъехала. Ну, как они, она получила тяжелый, значит, удар, после, ну, война была вообще тяжелым ударом. Потом, собственно, приход в Красную Армию, усыновление, значит, власти, достаточно коммунистов, а потом еще там дополнительный удар. Это разрыв Сталина-Тита в 48-ом году. Потому что, даже те, кто вроде как, так сказать, там, устроились, значит, в первые годы, значит, при новом режиме, там, как советские патриоты, после разрыва 48-го года, значит, они получили этот интерес к патриотизму, что он им стал еще дополнительным жерновым, просто, на шее. И, конечно, люди в массе, как правило, уезжали, ну, либо они ассимилировали, либо они уезжали, как правило, назад. Да. Да, конечно. Ну, собственно, перемещение, собственно, не шло, что-то. А вот, это остальное, а не все? Ну, русские жили, ну, как жили они, конечно, по всей территории Южнославии, буквально, там, можно, от Македонии, там, на юге, до Любля, до Словении, можно найти следы наших, но, такие какие-то концентрации, ну, как центр государства, в Сербии, наиболее дружно, такой, симпатизировавшую с ним территорию. По Воеводине, ну, да, в Сербии Карловске, конечно, где была наша церковь, ну, граничная церковь, где была основа Воеводине, а так вот, можно по всей территории найти, там, вот, сейчас вот, попадались работы, просто, чтобы не врать, ну, скажем там, есть хорошая работа краеведов, ну, на нашей территории, по иммигранской, и Загреба, есть, попадались, есть работа Резбани Луки, там, вот, в Республике Сербии, всюду, всюду были, об этом много писал, что, Павел Иванович Косик пишет, прежде всего, ну, а из, собственно, историков эмиграции, конечно, в первую очередь, Тарский, собственно, наш современник, но в Новом Саде, наверное, крупнейший живущий, такой, историограф русской эмиграции в Югостаде. . Каком... В каком... Говорят, там всему ли партизаны, не, всему ли... , да. И это было... И это было... еще было... Было еще движение... Было движение Югославской королевской армии в отечественном движении Дража Михайловича, «Четники», так называемое. Еще раз когда? То же самое, 41-45-е, «Четническое движение», оно и возникло в 41-м чуть раньше, чем «Партизану Тита». Ну, собственно, они были такими главными соперниками, главными конкурентами. В разные моменты, понятно, что там хлебало Суислинзе, «Четники» и «Партизан» были главными соперниками. Да, они воевали между собой. И для тех, и для других это… Смотрите, вот я там называл цифры по Боснии, погибших. Триста восемьдесят. Триста восемьдесят. Это и усташи тоже, это вот все вместе, да. Триста восемьдесят тысяч погибло в одной Боснии. А в Сербии погибли тоже там, сейчас не берусь точно сказать, но там тоже сотни тысяч в Хорватии. Ну, территории республики Хорватии тоже, я думаю, не меньше сотни тысяч человек погибло. Страшные потери для страны с населением довоенной в шестнадцать миллионов человек. Огромная потеря. Немцев, вермахт потерял на территории Босславии 20 тысяч человек. Люди воевали между собой. Немцы зачастую были вот как-то в стороне. Это очень специфическое явление. Ну, понятно, что в какой-то момент партизаны больше воевали с немцами, потом меньше. Потом, когда пришла Красная Армия, значит, они помогали, воевали против немцев. Ну, такое вот. Тех и других, ну нет, там были, конечно, сотни тысяч. Ну, это какое-то плавающее число. Большое спасибо за внимание. Я не принадлежу себе. Спасибо. 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 Продолжение следует...